Церковное искусство Чувашия. Под таким названием в Государственном художественном музее открылась уникальная выставка. Впервые здесь собраны работы современных православных художников. Выставка объединила 40 художников, чья миссия — славить Бога. В большинстве своем, как и положено православным, они люди скромные и выставляться не спешат. Организаторам пришлось немало поработать. И вот в залах музея более 150 работ, выполненных в разной технике. Эта выставка первоначально представляется такой компактной. Но по ходу развития, то есть пополнения, мы понимаем, что эта выставка может быть просто огромной. И действительно есть очень большие мастера и очень разные направления. И сама выставка, конечно, показывает уровень этих художников. Здесь художники академические, закончившие Академию художеств. Мухинское училище, художественное училище, художественно-графический факультет, специальные курсы иконописцев. И вы знаете, кто-то начинает, а кто-то уже быстро продвигается, а кто-то уже мастер российского уровня и даже, наверное, более. В 1995 году Чебоксарское художественное училище выпустило первую дипломницу по специальности икона. Теперь она Иннокене София. Ее рукой расписан храм Сергия Радонежского на подворье Цивильского монастыря, которым она руководит. У святых отцов это созерцание, молчание. То у иконописцев это, наверное, тоже в основном молчание. Созерцание происходит именно во время иконописи. То есть это, наверное, таинство какое-то тоже, одно из таинств, которое невозможно его словами выразить. Далеко не все из того, что создают православные художники, можно принести на выставку. Росписи на сводах храма в Александроневском монастыре сделаны рукой Галины Вернир. В православном искусстве она со студенческих лет. Ее мозаики украшают храмы в Нижнем Новгороде, Выборге, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Дивееве. По жизни было такое искушение, что параллельно заказ на иконостас и какая-нибудь роспись. И ты взвешиваешь и понимаешь, куда, на что ты свой талант будешь тратить. Роспись где-нибудь в ночном клубе, на пропаганду блуда. Не хочется идти туда уже, когда есть более трудный, но более проверенный, что ли, путь. Пожалуй, более всего на выставке Галину порадовала смальта из Алатарского мужского монастыря. Там наладили собственное производство, а это значит, что искусство мозаики получит свое развитие в Чувашии. В залах музея весь спектр современного православного искусства. Иконы академического письма, монументальные проекты росписей и иконостасов, реставрационные работы, чеканка, барельефы из разных материалов, бронзы, искусственного камня, тонированного гипса, керамики, витражи и витражные иконы, мозаичные эскизы, резная храмовая скульптура, вышитые гладью иконы. Действительно, каждый образ, который здесь представлен, это окно в горный мир. И дай Бог, чтобы все, кто участвовал здесь, они были и сами проведены в горный мир. А чтобы действительно их труд приводил людей к вере, чтобы эти работы помогали людям понять истинную ценность христианства. Выставка церковного искусства в художественном музее продлится месяц. Есть возможность насладиться зрелищем и помолиться творцом. Зинаида Паршагина, Станислав Петров, Вести, Чувашия.